Музыка Зима это такое время года, когда катаются на коньках, на лыжах, лепят снеговика, лепят снежки, лепят крепость. Зима это когда снег падает, зима это когда можно лепить снежки, зима чтобы веселиться, играть. Это когда идет снег, это когда люди радуются, лепят снеговиков, когда приходит Дед Мороз, приносит подарки. Снеговика можно лепить. Время года, когда идет снег. Река замерзает. Это когда наступает Новый год, много снега, много праздников, сосульки. Что с ними? Они могут упасть на человека. И что делать надо, чтобы этого не случилось? Надо подальше отходить. Некоторые птицы улетают на юг уже. А некоторые остаются. Ну да, и их дети кормят, выходят на улицу, там хлебушек, зернышки. Нельзя бегать по льду, надо ходить аккуратно. Холодно, и нужно тепло одеваться. И все ходят на праздники, и все куда-то спешат, чтобы купить подарки. И пишут письма Деду Морозу. Надо темно и тепло одеваться, надевать шубу, спать, макарички, теплые шапки. Зачем столько много выходных на зимние праздники? Потому что они вот летом много работали, а им надо тимой отдохнуть. Это отдохнуть надо? Если мы будем каждый сад в школу, на тренировку, мы со всем запаримся. Ну, нам не будет выходных, мы не будем отдыхать. Если только ночью отдохнем, наша мама будет будить всегда. Рано. Ну да, там пять часов в сад, пять часов в школу. А это уже неправильно, потому что если ребенок не будет отдыхать, тогда он замучается, и он тогда просто устроит себе отпуск. А почему вообще на зимние праздники и для взрослых, и для детей много выходных? Потому что там праздник. Как-то замечено, что дети больше любят зиму, чем взрослые, да? А вот почему так взрослые не очень-то зиму? Потому что взрослые, им нужно работать, а дети могут лепить снеговиков. Вообще-то это, ну, вот, дети могут лепить снеговиков. А взрослым надо работать. А взрослые не любят, они холодные. Снежно. Им холодно. Некоторые радуются, некоторые не очень. Там надо одеваться, одеваться потеплее. Потому что там холодно, холодные ветра. А дети зимой могут строить снеговика, кататься на санках. А почему взрослые не могут снеговика и на санках кататься? Тоже могут? Они уже выросли, они уже не такие маленькие, как дети. Что им мешает построить снеговика взрослым? Ну и что, что у них рост побольше? Ну и катайте себе снеговика, пожалуйста. Почему нет? Потому что если они легко одеты, они, ну, некоторые мерзнут на улице. Почему? Под Новый год в магазинах такие огромные очереди. Потому что там надо что-то купить. Потому что для праздников что-то надо купить. А что покупают для праздников обычно? Сакро, что можно пить, угощения, свечки. Посуду, подарки. А как не забыть все купить? Нужно составить список, там молоко, там фрукты, овощи, там мороженое для коктейля. Ну там надо все всегда записывать в список, чтобы ты не забыл что купить. И так ходить по магазину со списком надо, да? Ну да, но если что-то забываешь, тогда у тебя есть всегда свой список. Ты можешь посмотреть и ты сразу вспомнишь, что ты забыл купить. Или что-то не забыл купить. Купить рождественские кафеты, подарки. Потому что много подарков. И если кому-то что-то нравится и другому что-то нравится, тогда все... А где их взять? Ну тогда нужно идти в магазин. Да, и сами они же не появятся, если Дедушке Мороз написать. Ну Дедушка Мороз это же волшебник. Да, волшебник. Но он же сам не может продавать игрушки. Значит он тоже идет в магазин. Так-то. Напитки всякие. А колбасу? Почему? Берем. Нет, колбасу нельзя, потому что там много жира очень. Гирлянды, шарики на елку. Звистой. Только на стол самое вкусное, потому что если не будет ничего вкусного, тогда не получится. Да. Может нужно что-то, ну, чтобы делать у снеговика, пуговички, купить такие специальные. Они покупают и есть. Если гости все пришли, тогда уже в магазин бежать бесполезно. Потому что если ты уйдешь, а торт на елке без тебя все съедят, тогда ты не успеешь. Потому что нужно все продукты, ну, купить. Сначала до прихода гостей, ну, а потом уже приглашать гостей, ну, чтобы уже не бегать за вперед. Ну, лучше не бегать в магазин, как перед прихода гостей. Лучше... Купить все сразу. Ну да, до прихода гостей. Если гости уже пришли, тогда ты уже все, твое время истекло. Такая штука, на которой нужно кататься. Это человек садится, ну, вот, можно катать. Вот там есть такая веревочка. Может один человек ехать, а другой, ну, его везти. А можно просто с большой горы съехать. Надо на них сесть, и друг может помочь оттолкнуться. Это... на чем дети катаются, развлекаются. Это две соединенные лыжи досками. Доски соединенные с этими лыжами. Это такая вещь, на которой скатываются соскобки. Там разные всякие там узоры. Еще там ниточка, чтобы катать. Еще там какие-то специальные, чтобы кататься. Там еще есть два такие с десночками, а бывают не. Которые без этих штучек. Если он плохо скользит, так медленно, ну, так немножко медленно, тогда его маслом по... Ну, мажут маслом, чтобы он лучше скользил по снегу. Ну, да. Их надо брать на горку. Очень тяжело походить на нее. Просто, если есть веревочка, ты можешь на нее взяться. А если, а если там, ну, а если обрыз, тогда можно, ну, можно ноги распустить и можно ноги пятками зацепиться и тормознуть вот так. Потому что нет у них тормозных... Нет у него рычага никакого. Потому что есть только берег. Гололед — это голый лед, который получается на... На дороге. Гололед надо засыпать солью или песком. Если много луж, тогда вода разбрызгивается, а потом она растекается и получается гололед. А его нужно посыпать песком, а песок не дает скользить. Когда снег превращается в лед на дорогах. А как он превращается в лед? На снег капает вода. Скользкий лед подсказываться можно. Это где-то лавы. Рыбы? Это голый лед. Есть такие специальные люди, которые уборщики, они убирают дороги. И они берут поведерку, посыпают, чтобы не было очень скользко, чтобы не подскользнулся. Они делают важную работу? Да, они делают очень важную работу. Работу для всех, чтобы все не подскользнули. Еще бы можно было вот такой самолет сделать, который летит и посыпает землю песком. Гололед нельзя ездить на велосипедах и самокатах, потому что очень скользко. Ты можешь поскользнуться, упасть, развить голову, потому что на тебе нет шлема, на тебе нет милоходников, на коленниках. Он такой плоский, скользкий. Что он такой, тоненький? А у машин колеса крутятся, крутятся, крутятся. А они очень быстрые. Иногда едут хоть на 100 скоростей. Если они очень скользко, гололедные, а там еще песком не посыпано, тогда твой тормоз не сработает. И ты так быстро помчаешься по дороге. Уж берегись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова